Как известно, судьба двигателей внутреннего сгорания висит на волоске, ведь после 30-го года многие страны готовы их запретить. Однако эксперты компании Bosch уверены, перейти на электричество и водород мировой автопром просто не сумеет. Можно ли доверять выводам немцев, которые идут в разрез, большинству прогнозов? Определенно да, ведь это они последние полвека создавали самые современные системы впрыска топлива, делая конструкцию ДВС все более совершенной. Так вот, Bosch считает, что даже после 30-го года два из трех выпущенных автомобилей будут оснащены поршневыми моторами. Правда, к тому моменту им придется обзавестись еще более эффективными системами очистки выхлопных газов. Вдобавок, старым добрым мотором внутреннего сгорания будет не выжить без вездесущих гибридных довесков. В коммерческом транспорте, на грузовиках и автобусах немцы предвещают замену дистоплива водородом. Наконец, финальным способом сделать выхлопы автомобилей максимально чистыми, специалисты Bosch назвали разработку специально созданного синтетического топлива из возобновляемых источников энергии. Его применение позволит добиться нулевых выбросов углекислого газа. Однако темой сначала должны заинтересоваться крупные игроки. К слову, марка Porsche уже строит соответствующую установку. Очередь за остальными? Два года назад малоизвестный израильский стартап Storadot удивил экспертов экспериментальным литиевым аккумулятором, способным заряжаться буквально за пять минут. С того момента проектом заинтересовались такие гиганты, как Daimler, Samsung и TDK. И вот свежее подтверждение жизнеспособности продукта. При помощи китайских партнеров удалось выпустить первую промышленную партию ячеек, которую компания готова раздать производителям автомобилей для проведения тестов. Впрочем, действительно массовый выпуск батарей удастся начать не раньше 2025 года. К тому моменту вдобавок должны подоспеть соответствующие зарядные станции. С их разработкой помогает нефтяной гигант BP. И новость короткой строкой. Знаменитый спорткар DeLorean DMC12 отпраздновал 40-летие. По этому случаю ателье ItalDesign опубликовало тизер возможного наследника. По слухам, будущая новинка по последней моде окажется электрокаром. Субтитры создавал DimaTorzok